Всем привет, мои дорогие! О, мне тут реснички подставили, да? Классно! Побрала этот фильтр, потому что улыбаемся и пашем. Это моя тема, и я ее очень-очень люблю. Так вот, времени ночь. Я нашла минутку свободного времени, потому что послезавтра я уже уезжаю в Джокбу с ребенком на Черное море на дельфинотерапию. И мы очень-очень ждем, да, это событие, потому что после прошлой дельфинотерапии Вика стала намного лучше. У нее появились слова, фразы. Она начала говорить очень много слов, такие как дай пить, надо, буду, мед. Там, да, то есть, ну, свои любимые продукты начала называть. Стала говорить до свидания, когда мы уходим, спасибо за что-то классное, да. То есть у нее появилось, было непонимание речи полностью, да. А сейчас у нее появились слова, и мы, конечно, ждем эту Джокбу как манну вселенную. Вот, интенсив, конечно, дорогой, но я вам про него позже расскажу, проведу прям подробный прямой эфир, вот. Потому что я рекомендую, потому что мы там были два раза, и два раза у нас шли их отличные продвиги. Хотя и в Абботерапии в Кирове мы тоже занимаемся. Да, я еще не сплю, мне не спится, потому что я проспала до 11 утра. Вот, поэтому у нас была такая жара, я всю ночь спала, все утро спала, пока солнце не перешло на нашу сторону, и мне не стало жарко, и я не проснулась. Вот. Ну что ж, ребят, смотрите, тема у нас с вами сегодня для кого-то тяжелая, больная, для кого-то в тему, для кого-то в точку, кого-то она не будет интересовать. Вот. Тема хейтерства. Да, то есть, почему я решила эту тему завести? Потому что бывают у нас различные люди в нашей жизни, которые просто так, сейчас я найду, пишут нам пакости в комментариях, да. Любые пакости, мы даже о них знаем, не знаем, но они пишут все равно. Так, это какой мне пост? Да. И вот как раз под последним розыгрышем, вот надо было заранее найти, да, и я нашла эту пакость, а может она уже и удалена, не знаю. Вот. Удалили что ли? Нет, я ее не удаляла специально, чтобы вам показать. Я ее потеряла. А, вот. Вот, вот. Да, то есть, вот такой вот комментарий. Жалко, что наоборот, да. Тут написано, все толстеешь, в глазки все уже пошло, типа глаза жиром заплыли, что-то типа этого, да. Такой вот намек. Я думаю, вам видно, да. Ставьте, пожалуйста, плюсик, если вам видно. А то у меня тут еще лампа отсвечивает. Да, то есть, ну и что имел этот человек, да, тетушка средних лет, я тут смотрю. Ну, плохо, конечно, по аватарке видно, но прикол не в этом, да. Прикол в том, что у человека тоже есть комплексы, да, эти комплексы не вылазят наружу, потому что, ну, как вы видите, все тут понятно, да. Вот, может быть, конечно, это фото из интернета взято. Вот, но мы не будем комментировать. Да, я считаю себя нормальной внешностью человека, да, то есть, не писали нос длинный, еще что-то. Но смотрите, сейчас я вам не пожаловаться вышла в прямой эфир, а вышла в прямой эфир для своей любимой и дорогой команды, потому что хейтеры – это люди, которые пишут каки, да, то есть, это люди равно каки. Почему? Потому что они пишут в комментариях плохие ролики, пытаются что-то, да, вам внушить, еще что-то, да. То есть, во-первых, что нужно сделать, это меня учила моя бабушка, да, то есть, моя бабушка, она лечила людей, к ней была целая очередь, и у нее был дар, вот, она была очень сильная женщина, вот. Собирайте вот так все с себя, мысленно представляете человека, который вас обидел, и говорите, заберите свое назад. Не важно, написали вам комментарии, продавец в магазине какую-то пакость вам с усталости сказал, да, или еще что-то. Вообще абсолютно полный ноль, абсолютно не важно, кто что вам сделал. Берете и заберите свое назад. Если на вас кто-то кричит, ругается, там еще что-то, вы молча, смотря человеку в глаза, говорите, молча, да, то есть, не открывая рта про себя, смотря на человека, говорите, запрещаю, да, то есть, и человек реально замолчит. Вот, ну или хотя бы пойдет на попятную и будет, как бы, свой тон сбавит и начнет с вами нормально общаться, да, то есть, он поймет, что он сделал как, он сделал зря, да, то есть, такие люди, они попадаются везде, и в паспортных столах, и вот в разделе «Мои документы» очень люди любят грубить, там, в сберкассе люди любят грубить, да, то есть, не только в соцсетях пишут всякие пакости. Есть еще, конечно, особо изощренный вид хейтеров, которые снимают плохие обзоры о продукции, да, то есть, снимают плохие обзоры о компаниях различных, продукции различной, да, то есть, без разницы, о магазинах, о салонах красоты, то есть, они ходят целенаправленно, делают видосы, снимают, обсирают, то есть, не дают людям работать, не дают людям развиваться, да, это тоже особый вид хейтерства. И, конечно же, что я вам могу сказать, вот, этим людям самим плохо, вот реально, просто встаньте на их место и почувствуйте, когда у вас у самих плохое настроение, вас кто-то расстроил, у вас случилось что-то, вот, не дай бог, такое в жизни, да, из-за чего вы расстраиваетесь, как вы себя ведете, вы не бегаете, не прыгаете от счастья, у вас нет мыслей сходить в соцсеть, да, то есть, и написать кому-то что-то хорошее, да, вам самим плохо, да, получается, я сегодня в платье, в длинном платье, в пол, потому что жарко, у нас плюс 30 сейчас, в тени, это вообще кошмар какой-то, хотя уже вечер. И вот, понимаете, люди, счастливые люди, которые занимаются саморазвитием, которые реально умные, да, то есть, они не полезут что-то говорить, да, потому что у каждого в жизни есть свои проблемы, да, человек может располнять, а вы не задумывались о том, что у него может быть какой-нибудь гормональный сбой, он сейчас проходит лечение, а потом он пройдет лечение, да, и он снова похудеет, и снова будет красавчиком, да, ну, а у вас он будет оставаться всегда плохим мнением, если вы, к примеру, все-таки написали, да, кому-то когда-то какой-то как, да, и вот этот висяк энергетический, да, посыл зла, он возвращается назад в 90% случаев, не в 100, конечно, но в 90, вот, и потом кто-то когда-то может вас в чем-то обмануть, да, то есть, или, не знаю, вот недавно был случай, вообще, как бы, знаете, очень интересно получилось, молодой человек мне пишет личику, Анна, почему я у вас не выиграл, потому что у вас не было сторис, но я же выиграл, меня же выбрал генератор, почему вы мне не отдаете 5000 рублей, я говорю, у вас не выбрал сторис, у вас не было сториса, да, он такой говорит, ну, и что, что не было сториса, и потом, как бы, он меня отматерил, послал, что попало, наговорил, сказал, что он из-за меня остался без денег, а эти деньги ему нужны на лечение, то есть, он пытался меня вызвать на совесть. Я собрала все, сказала, забери свое назад, это очень хорошо работает, если вы действительно не просто побалуетесь, а действительно всей душой почувствуете, что вы это назад отправляете, оно вам не надо, это не ваше, да, то есть, человек не выполнил условия, и почему же он должен получать этот приз, когда есть другие люди и их сотни, которые действительно заслуженно этот приз получили, согласны со мной, да, то есть, у меня розыгрыши уже идут давно, вот, и, как бы, а потом мне муж говорит, Ань, а ты, говорит, знаешь, что он делится сторисом и сразу удаляет, я, говорит, этого мужичка сразу приметил, вот представляете, какая энергетика, да, какая у меня хорошая энергетика в плане того, что я сразу же получила ответ, как только отправила ему все это назад, я сразу же получила ответ, что почему такое вообще произошло, этот человек сам мухлевал, сам стеснялся, да, он был мнительным, он сам стеснялся участвовать, он постил удалял, постил удалял, и активных сторисов у него не было, да, почему не было, потому что он стеснялся участвовать, стеснялся кому-то признаться, то есть, это его мнительность, то, что у него нет денег, он пытается их выиграть, но он жульничал, да, и это было вообще классно, потому что те люди, у которых не было сторис, и я их переразыгрывала, они мне в ЛС отписывали, что, боже мой, как жаль, да, то есть, я делилась, но сторис вышел срок, прошло два дня, то есть, конкурсы мы разыгрывали раз в пять дней, тогда денежку, да, и я не поняла условия, да, то есть, я плохо почитала, и в следующий раз я буду лучше читать, и я им пожелала успехов, да, и они, конечно, были шокированы, что они мне никто, они просто посторонние люди, которые подписались на мою страничку, и розыгрыш честный, да, то есть, прям все до единого писали, что так здорово, так классно, что мы вам никто, и мы выиграли бы деньги, если бы сторис был бы активный, да, вот, как бы, и тут получается, что, ну, вот таким вот образом. Дальше, ребят, что хочется сказать, людям, хейтерам, им плохо самим, да, почему плохо самим, потому что им, так как им плохо самим, им может плохо быть самим в разных ракурсах, они себя не любят, да, то есть, они не любят свою внешность, например, да, они, ну, вообще, люди, которые себя не любят, себя недооценивают, себя на постоянной снове гнобят, там, ой, дура, что-то забыла, а так нельзя говорить, нужно всегда говорить, нарисовалась задачка, запомнить это дело, забываю который раз, все, я себе запишу, я это дело запомню, и я его обязательно сделаю, да, потому что мы не роботы, мы все равно, у нас бывает такое, что мы что-то где-то не доделываем. Так вот, людям нужно некоторым возвыситься над кем-то, если они чувствуют себя, грубо говоря, ущербным, и я пережила более тысячи хейтеров, я вам скажу, и хейтеров очень серьезных, да, то есть, если успею в час, то я вам расскажу, когда вы поднимаетесь вперед, вы становитесь выше тех людей, с которыми вы раньше общались, вы их тянете за собой, вы их зовете за собой, но они не идут и говорят, что они не смогут, а сможете вы, вы смогли, а я не смогу, да, то есть, потом они все-таки из своей зависти думают, ох, надо было начать свой бизнес, надо было, надо было, но они ничего не опять принимают, да, они просто начинают злиться на вас, да, то, что вы с ними стали меньше общаться, вы с ними не стали ныть на пару и так далее, и такие люди тоже могут перейти в разряд хейтеров, да, то есть, в поселке населением 8000 Мурыгина, где я ранее проживала и переехала в город Киров ближе к центру 3 года назад, говорят, что я поработила весь поселок, и за счет людей из поселка, да, хотя в моей структуре на минуточку 220 тысяч человек из 18 стран, да, на минуточку, да, они говорят, что я поработила весь поселок и купила за счет людей обычных квартиру, да, почему они так говорят, потому что им тоже хочется жить в городе, им тоже хочется жить в комфорте, и им наплевать, что мы уехали из своего любимого поселка, наш дом стоял на берегу речки, до второй речки было 15 минут, до первой речки было полторы минуты идти, эта речка у нас была из окна, было безумно красиво, мы жили 10 минут ходьбы от огромного стадиона, за которым бесконечные леса и места покупаться, да, то есть в Кирове мы всего этого лишены, но опять-таки все кружки мощные, крутые, классные кружки, которые вытягивают Викторию, ассоциализируют ее, да, то есть она начала принимать социум таким, какой он есть, да, то есть только в городе, да, то есть в Мурыгину у нас нет этих занятий, и, конечно, никто не знал, как мне было жаль только, что новенькой купленной, уделанной квартиры, мы в ней прожили всего лишь один год, и нам поставили, как бы, окончательный диагноз, мы поняли, что в Киров мы не наездимся, потому что 40 минут, 50, час, полтора, да, смотря какое время, в один конец ехать, это 2-3 часа в день только езды, чтобы позаниматься с Викойской, которую сильно укачивает в автобусе, в автобусе, в машине, и когда мы ее привозили на занятия из Мурыгина в город, она вся зеленая была, ей было плохо, ей было не до занятий, занятие за час, за два заканчивалось, и она только начинала отходить, только начала заниматься, и огромное количество времени, да, из занятий практически 80-70%, это просто было зря, да, и никто не знал, но все болтали, понимаете, все болтали, вот она, Кононова, вот она зажралась, да, то есть тут квартиру купила, там квартиру купила, никто не вдавался в подробности, почему, привет, Ириш, никто не вдавался в подробности, почему, да, то есть вот это тоже своего вида хейтерства, когда люди пытаются вас остановить любыми всяческими способами, чтобы вы уже перестали быть, успешными, да, то есть еще есть вид хейтерства, когда близкие, родственники, любимые, да, даже те, кто вас родил, даже те, от кого вы родили, да, своих ребенков, да, девчонки, даже они бывают ставят палки в колеса, ну, во-первых, некоторые мужья, они все боятся, что их жены будут больше зарабатывать, значит, жены будут командовать, а я тут кто, да, то есть некоторые девчонки действительно скрывают размеры своих выплат, копят их, еще что-то, да, и потом в Тихушу могут купить путевку, допустим, да, на себя, на мужа, на отдых, еще что-то, да, это тоже вид хейтерства, через который нужно пройти, потому что, если вы хотите стать успешными, хейтерство будет идти рядом с вами, если вы будете становиться успешными, у вас будут появляться завистники, которые будут говорить, что у вас пислявый голос, что вы жирная, что вы там узкоглазая, это там какое-нибудь чмо, мне даже так писали, что вы узкоглазая чмо, да, то есть что попало за эти практически 6 лет, в ноябре будет 6 лет, как я в компании Фаберлик, 5 с половиной лет назад я уже твердо была старшим директором компании Фаберлик, и, конечно же, зависти уже тогда было много, потому что одно слово, что Аня Кононова директор, не давала людям покоя, да, то есть они думали, что я уже там миллиарды, наверное, зарабатываю, в шелках купаюсь и сплю под золотой простынью и хожу в туалет в бриллиантовый унитаз, да, ну вот, да-да-да, вот, и такое тоже бывает, да, бриллиантового унитаза у меня нет до сих пор, дорогие мои, живу я просто, все свои средства я трачу на лечение своего ребенка, бывает иногда даже не хватает, если честно, да, но у людей такое вот мнение, и у них было такое мнение всегда, и чтобы вы не говорили, в основном родня останавливает, да, мама меня очень ругала, что там разобьют твои компьютерные ящики, да, то есть она не понимает, там монитор, мышка, клавиатура, системный блок, да, там усилитель, колонки, там, да, то есть клави... Ай, аппаратура, да, вот это вот микрофон, камера, она это ничего не понимает, она понимает то, что компьютер целыми днями чего-то там рассылает, роботы целыми днями, крутится то, что компьютер, даже когда я ложусь спать, без меня работает, без меня делает рассылку, и это ей тоже покою не давало, да, то есть и реклама запускается, и тут же все, и все это горит, то я с кем-то говорю, и она все считала, что я чокнутая, потому что я с кем-то разговаривала, да, на постоянной основе, и телефона в руках у меня не было, и я сидела, кому-то в компьютер что-то говорила, для нее это тоже было ново, и для нее это тоже, она говорит, я тебе дурку вызову, хватит дурью маяться, иди на нормальную работу, ребенок там, я веду вебинар, например, целый час без матери, где это видано, она еще грудная, ты там кнопки тычешь, твои игры играешь, да, то есть на бабки всех садишь, да, то есть это тоже было, вот, очень много, да, то есть, но вот свекровь меня, допустим, она очень хорошо поддерживала, и я, знаете, ей очень благодарна, потому что она постоянно вела разговоры с моей мамой, то что дайте им попробовать, да, то есть, но на самом деле у моей мамы ко мне такая любовь, что она очень обо мне заботится, и очень боится, что я пропаду, там, мне будет плохо, еще что-то, вот, плохая связь, ребята, что вообще никак меня не слышно, скажите, пожалуйста, отпишитесь, пожалуйста, мне, хорошо меня или плохо слышно, потому что я сама с собой тут сижу, разговариваю, сейчас ловит, да, у меня Wi-Fi прям рядом с компьютером, рядом с моим гаджетом, рядом с моим телефоном, не может быть просто, у меня ролики часовые, загружаются буквально за 3 минуты, все отлично, все, спасибо, продолжаю, да, вот, значит, есть люди, которые себя недостаточно хорошо чувствуют, в нас по социальному лифту, да, и они пытаются принизить других, чтобы вот, ха-ха-ха, я вас тяну с собой, это люди болота, люди болота, они, в принципе, можно даже сказать, вот, как говорила моя бабушка, они заразные, эти люди болота, и их нужно обходить стороной, если тебе кто-то ноет, найди любой повод, и отойди от этого человека, как можно дальше, вот она мне как говорила, без разницы, да, то есть вы должны любить свою семью, свою родню, и так далее, и так далее, да, то есть, вот, поэтому, ну и близкое свое окружение, да, то есть вы должны любить людей, которые действительно хорошие, действительно классные, да, то есть вот у меня, допустим, 300 директорских статусов в команде, различных рангов, вот, и никто из них не ноет, они все работают, они все довольны, что они, когда-то, вот у нас есть история такая, да, что девчонка мыла посуду, и к ней все так вот пренепрежительно относились, а вы представляете, что такое мыть посуду, да, то есть она говорит, я выхожу в конце смены, там официанты делят чаевые, бармены считают доход, приход, кому там что не дали, или, да, сколько можно, думаю, денежков унести, или товара, да, то есть все это было, а она стоит одна, денешенька, говорит, никто мне даже 100 рублей не даст на дорогу, да, то есть хотя я, говорит, всю эту посуду перемыла, целый день, целый день, и вот когда она пришла на работу к нам сюда, да, то есть она сама захочет, если она сама вам расскажет, что она такая, может быть у меня в комментариях еще что-то, не в моих правилах рассказывать вообще, кто это такие люди, но я вам просто расскажу историю, и вот когда она вышла на 15%, сейчас она уже на 19%, скоро она открывает директора, в летний период, когда все ноют и падают почему-то, она открывает новый статус, она у меня очень далеко, под несколькими директорами в глубине, но мы с ней очень часто общаемся, потому что она рассказывает мне удивительные истории, которые всегда с хорошим концом, с хорошим финалом, и я понимаю, какая она позитивная девчонка, и она из любой ситуации вылезет, и она мне напоминает меня даже, да, вот, и она говорит, начала подниматься на 15%, у нее широкая личная группа, она работает на рекламе, на таргетинге, и у нее практически одни покупатели в первой линии, и она на 15% зарабатывает около 16 тысяч русских рублей раз в три недели, уже сейчас, да, то есть, а 16 тысяч раз в три недели, сейчас я, ребята, у компьютера, я считну, значит, 16 тысяч, мы умножаем на 18 каталогов, делим на 12 месяцев, это получается 24 тысячи, она говорит, я уже, говорит, на, говорит, 6 тысяч зарабатываю больше, нежели зарабатывала там, и когда она написала заявление на увольнение, по собственному желанию, ее чуть не уволили по статье, представляете, потому что никто не идет на эту должность, никто не хочет работать, она выполняла свою работу отлично, просто поменяв работу, поработав немножко без выходных, смену тут, смену там, смену тут, смену там, она выбилась, и начала зарабатывать уже на 6 тысяч больше, и это только начало, да, причем это все официально, легально, она открыла ИП, перевод денег на расчет, на счет банки, и наличку получает на свою карточку Сбербанка, да, шикарная, ребят, история, шикарная, ей тоже все говорят, да куда ты пошла, да кому ты нужна, да кто тебя возьмет, а девчонка расцвела, потому что компания наша с вами косметическая, она с удовольствием, да, снимает различные ролики, у нее вообще очень хорошо это все идет, и у нее очень хороший вкус по поводу косметики, она очень красиво красится, она всегда ухоженная, она всегда, ой, спасибо Иришка большое, она всегда такая молодец, прям хочется сделать скриншот, Ириш, твой, можно я сделаю скриншот, пожалуйста, я как маленькая девочка, так, снимок экрана, ой, а что, эфир был приостановлен, что ли, ребят, или не был приостановлен, это из-за того, что я сториз сделала, эфир был приостановлен, божечки ты мой, вот, ну и, конечно, есть люди, которые не любят себя, и они не ценят себя, они не хотят сделать себя, вчерашних лучше, почему не хотят, ну, потому что ленятся, или считают, что они этого не достойны, или еще что-то, да, я не пропала, да, но я тут прям так обнаглелась, сижу тут скриншоты, да, стилусом шлепаю, вот, далее, значит, есть люди, которые сидят, следят, может быть, вы были их кумирами, может быть, вы на самом деле там растолстели, еще что-то, да, вот как у меня получилось, и они действительно расстраиваются в сердцах, и начинают хейтерить, чтобы вы обратно похудели, там, или, не знаю, перекрасились в другой цвет, или там, перестали постить какие-то неэстетически красивые ролики, и так далее, да, в этом случае можно прислушаться, важно прислушаться, если это действительно правда, и может быть человек таким образом, как он даже сказать, пытается, пытается донести до вас, что он, я за вас переживаю, как же так, да, то есть есть хорошие хейтеры, да, действительно, которым нужно прислушаться, вот, далее, что еще, они пытаются, так же, как у вас, у вас есть успех, у вас есть результат, у вас получается зарабатывать, вы постите красивые фотографии, может быть, они хотят быть такими же, как вы, успешными, да, то есть очень мало людей смелых, да, их единицы, они становятся кумирами, потому что их действительно единицы, очень многие боятся перебороть свой страх перед сценой, перед публикой, перед тем, чтобы выйти вот сейчас, как я в прямой эфир, и другие мечтают это сделать, их бесит, что делает кто-то другой, и они начинают принижать, чтобы сбить конкуренцию, может быть, в интернете, да, или может быть, в команде какого-то директора, который не хочет проводить вебинары, прямые эфиры, не хочет развиваться, не хочет работать со своей командой, так как нужно работать, чтобы расти, он растет, допустим, медленнее меня, допустим, он видит, что его команда ходит на мои эфиры, и его команда в его чате меня обсуждает, его это бесит, потому что он хочет, чтобы слушали его, а говорить он не хочет, он хочет, чтобы его только читали, но как бы вы ни писали, я считаю, что живые вебинары, прямые эфиры, это самое лучшее для вашей структуры, для вашей команды, такие хейтеры тоже могут быть, ой, ребят, звука нет, что ли, давайте обратную связь, есть звук или нет звука, я пока продолжу, я почему-то уверена, что звук есть, как нет звука, дайте мне обратную связь, звук хороший, все, спасибо, так, дальше, значит, и смотрите, еще какие причины, человек не хочет расти, не хочет развиваться, и видит, что вы далеко ушли, это самая, может быть, главная причина, вот, человек видит, что у вас деньги, да, то есть, мне один раз, мы поехали первый раз, от компании Фаберолик, по-моему, в 2017 году, если я не наврала, в Шри-Ланку, и, вот знаете, мы в Шри-Ланке, я довольна, я фоткаю со слонами, я фоткаю с черепахами, с жирафами, я всех там перебрала, меня еще один словно обнял, муж это успел снять на камеру, я такая счастливая, довольная, на крыльях любви, порхаю, все снимаю, и вдруг мне пишут, какая вы страшная, какая вы вообще, вы что тут хвоститесь, вы что людей травите, люди-то тоже хотят, да, то есть, началось, 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 так вот, ребят, если вы травите людей, если вам начали писать пакости на самые лучшие моменты с вашей жизни, это 100% зависть, и хочется сказать, что раздражение публики, это очень хорошо, да, некоторые у нас, есть консультанты в команде, очень мнительные, очень завистливы чужого мнения, они перфекционисты, они страдают от этого, и они теряют в росте из-за этого, так вот, это обращение к ним, да, это обращение именно к ним, знаю я одного пацана, он очень классный, он делает суперскую мебель, он так заботится, да, это Леха Перемечев, но он боится сниматься, он все время убегает с кадра, он не пошел ни в прямой эфир, никуда, он, так, мушки, у меня тут залетали, у меня балкон открыт, сетка не вставлена, вот, и вы знаете, вот, я говорю, Леха, если бы ты начал раскручиваться, и фоткать бы свою мебель в интернете, ты представляешь, выкладывать в какую-нибудь группу, или еще что-то, ты представляешь, сколько бы у тебя было вообще клиентов, он говорит, у меня клиентов от ПУИВ нету, мне, говорит, некогда все это вести, я говорю, а если бы ты нанял, допустим, себе секретаря, и начал бы вот это все постить, он говорит, ну, я пока, говорит, занимаюсь, говорит, как Ирина выйдет, он взял быстрый старт по директорству, у него тоже две работы, вот, Ирина тоже открыла старшего директора, скоро она откроет серебро, дай бог, в этом каталоге, и вот вы понимаете, прикол в чем, прикол в том, что она, он говорит, вот, говорит, я сейчас все это доделаю, 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 я, говорю, люблю свое дело, оно мне нравится, но я, говорит, подумываю все-таки остановиться на Фаберлик, потому что Фаберлик, это работа из любой точки мира, я, говорит, где есть, я там везде могу работать, сотрудничать, да, в интернете, и, конечно же, я рада за него, я на него, как бы, не говорю там, увольняйся, давай работай, вот он открыл директора, есть какой-то уже доход, и получается, у него сейчас два дохода, он делает и мебель, и это и то, вот, и ему тоже, тогда я его запостила в сторис, и мне тоже тогда в ЛС написали люди, что, что вы у кого заказали, да у него обычная футболка, я говорю, извините, меня человек приехал на замеры, он должен приехать в смокинге, что ли, да, то есть это хейтеры, они не хотят, чтобы я купила хорошую кухню, они хотят, чтобы я купила какой-нибудь Г, чтобы порадоваться, потому что они тоже купили какой-то Г, да, по-русски говоря, нет людей, которые пишут пакости, и они довольны тем, что у вас происходит, они не довольны, если бы вы выглядели, не знаю, весили бы там, были бы вся в морщинах, весили бы 100, там, 300 килограмм, да, к примеру, и ныли бы они бы радовались, что есть люди, знаете, есть люди вообще в целом, которые радуются из-за того, что, а у других-то, посмотри-ка, что еще хуже, да, у нас еще ничего, да, то есть у нас еще здорово все, и вот такие люди, да, вот именно такие люди, они будут радоваться из-за того, что у кого-то плохо, но если вы займетесь самим собой, да, граждане хейтеры, вы поймете, сколько дел не переделано, и вам будет некогда смотреть на других людей, да, то есть вы начнете подписываться на успешных, читать успешных, учиться успешных, и у вас тоже попрет, и вы тоже станете красивыми, богатыми, молодыми, здоровыми, и позволите себе любые путешествия, любые косметологические условия, любую квартиру или дом, да, то есть будете одевать своих людей, людей, детей, вернее, родственников, будете всем помогать, вот я себе очень горжусь, знаете, чем, не покупками, то, что я там три квартиры купила, то, что я там в 12 стран за 4 года побывала, я этим не горжусь, потому что я сделала это для себя, и это минимум, которое должна сделать каждая женщина в свою семью, любая женщина должна тянуть все в свой дом, и я это делаю, да, вот, вы должны гордиться тем, что вы помогаете своим родственникам, да, вот тут недавно папа зубки делал, пришел зубной, это вообще смешная история, он пришел зубной, и пришел с полутора тысячами, ему говорят, 8 тысяч надо, он мне звонит и говорит, Ань, ты представляешь, а у меня нет 8 тысяч, а я зубы заказал, я говорю, папуль, да не вопрос, через 5 минут, у него на карточке 8 тысяч, но даже через 3 минуты, он их пробивает, и все, он пошел домой с зубами, но чем не радость, скажите, чем не радость, очень многие молодежь, огромное количество молодежи, не вся, конечно же, но есть такие примеры, когда они сидят на шее у родителей, и не понимают, что родителям уже пора бы прекращать работать, пора бы сделать ремонт своего организма, чтобы дольше прожить, и пора бы подольше отдыхать, и побольше гулять, и побольше себя любить, да, потому что они вырастили своих детей, да, они их могут советами направлять, да, они могут о них заботиться, да, то есть, но дети обязаны, извините меня, ну вот, ну да, буквально 8 тысяч, неделю где-то назад, я отцу перевела, он вообще довольнящий, послал мне, заставил старшую сестру, его сфоткать, вот так вот, и послал свои зубы мне, говорит, Аня, я теперь зубами, я пошел покупать орехи, вот представляете, сколько радости у папы, да, и вот это для меня лично, это счастье, вот такими моментами я горжусь, что буквально 6 лет назад, я не знала, где мне взять денег, чтобы погасить ипотеку, где мне взять денег, чтобы оплатить ребенку лечение, который заболел, да, а тут бабас, и ты уже помогаешь родителям, они говоришь, мам, дай взаймы ненадолго, ненадолго, и мама постоянно доставала взаймы, и свекровь, и моя мама постоянно, почему? Потому что, блин, ну как, ребенка надо лечить, понимаете? Вот, ребенка надо лечить, я очень горжусь тем, что, допустим, мой папуля, свекор, он больше года уже не работает, он уволился, и мы ему платим те деньги, которые он там получал, да, то есть, мы помогаем родителям, и родители нам помогают, сегодня они привезли нам свойскую малину, прямо со своих кустов, они привезли нам зелень, они наделали нам пельмени, сварили пельмени с картошкой, с грибами полностью вегетарианские, как я люблю, да, то есть, я наелась пельмени, я наелась малины, да, люблю повеселиться, особенно пожрать, вот, да, и я вам могу сказать одно, то, что это намного ценнее, нежели он убивался бы по найму, и всех этих радостей не было, и это же малина, да, там, извините меня, 30, 40, 50 грамм, сколько там этой малины, в магазине стоит 250 рублей, и неизвестно, какая там у нее химия напихана, понимаете, а тут свойская малиночка, мы ее намыли, уселись, целый стол, я, Катюшка, Викуська, и сидим-едим, да, то есть, и тут мне пишут какие-то хейтеры, какие-то пакости, а я думаю, боже мой, как хорошо, что я раздражаю людей, потому что раздражать человека очень полезно, и если вы начали раздражать людей, и они на что-то, самый классный момент в своей жизни, они вам пишут пакостливые посты, да, это шикарно, ребят, вы начали раздражать людей, и вы идете на правильном пути, вы заметили, у звезд огромное количество хейтеров, почему у них огромное количество хейтеров, потому что они успешно им завидуют, да, одним словом, завидуют, счастливый человек завидовать не будет, потому что он всего добился, у него все хорошо, у меня тоже бывает проскакивает зависть, когда я смотрю на обычных здоровых детей, думаю, боже мой, когда мне Викоська так же, давайте еще заниматься, да, то есть мы, у нас в принципе большая нагрузка, я боюсь, что как бы не было срыва, да, то есть да, у меня тоже есть зависть, но она здоровая, она белая, я радуюсь за людей, понимаете, вот, и это очень-очень важно, вы мой мотиватор, спасибо большое, жду каждого вашего эфира, да вы что, ничего себе, очень приятно, что вы ждете моих эфиров, вот, даже, даже ночных эфиров, да, сейчас у нас больше уже 12 ночи по Москве, я такая вышла в эфир, ну, потому что Вика только уснула, и мне есть свободное время, мы сегодня с мамой, вот, кстати, с мамой сегодня ходили, к мануальному терапевту, с нас взяли, ну, там немного взяли, тысяч пять, да, то есть, ну, я все равно рада, что я могу оплатить мамуле здоровую спинку, почему нет, да, то есть, ну, в сторисах, я думаю, кто-то видел, первая сторис была без звука, я ее так и что-то не удалила, вот, почему нет, тоже классно, да, человек мучается, человеку плохо, а сейчас она забегала, и говорит, боже мой, я, 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 забыла, когда я себя так хорошо чувствовала, шикарно, а есть люди, которые не могут себе это позволить, потому что с них все дети вытягивают, стягивают, да, еще и злятся, вон сидят вместо того, чтобы зарабатывать и работать, вот, бывают случаи, когда мы с Антоном живем вместе, живем долго, уже без работы, да, то есть, семь лет, ой, шесть лет мы точно, я, ну, я уже около восьми лет не работаю, потому что у меня еще был трехлетний декрет, да, до этого, а Антон уволился, когда мы уже были в статусе старшего директора, но это примерно лет пять, наверное, четыре с половиной года назад, вот, я боюсь соврать, может быть и пять лет, может быть, да, то есть, я сейчас не буду считать, смотреть, в каком это каталоге, какого-то года было, и вот вы знаете, сейчас вот, когда я написала, допустим, пост, что вот мы вместе, вот мы рядом, вот мы рядом каждый день, нам начали писать, фу, вы, наверное, друг другу надоели, фу, вы сейчас будете друг другу изменять, да, какое-то еще такое, знаете, выражение, теперь ваши рожи будут все время друг напротив друга, там еще что-то, да, то есть начался шквал, и недавно мне написала девушка, у которой муж работает по три месяца в командировках, и она мне написала такую кучу пакостей, ты травишь душу, ты не знаешь, что есть несчастные люди, а кто вам, я ей просто задала вопрос, дорогая моя, так и написала, кто вам запрещает пойти в сетевой маркетинг, в компанию Фоберлик, за три-четыре каталога открыть статус директора или старшего директора или серебряного директора, зарабатывать в два раза больше, чем твой муж командировкой, и оба сидите дома, путешествуйте оба везде и растите вдвоем, кто вам мешает, тишина, а потом человек меня заблокировал, люди не хотят менять свою жизнь, людям сложно поменять свою жизнь, но они злятся, что другие поменяли свою жизнь, и то, что вы раздражаете людей, чем вы выше, тем больше у вас будет хейтеров, и это показатель не расстраиваться, а это показатель того, что вы на правильном пути, то, что вы добиваетесь успеха, то, что вы раздражаете людей, то, что они вам завидуют, если вы предмет для зависти, то это шикарно, это шикарно, ребята, это здорово, да, то есть сколько мам одиночек тут поднялось, и живут нормально, не с копейки на с копейку, сколько у нас людей с ограниченными возможностями на колясках, они тоже добились высот, вершин, и я никогда не забуду, как женщина из Белоруссии на коляске получала, получала инвалидной коляске, получала свой чек за старшего директора, огромный молодец, кто-то сидит ноет и считает, что ему все обязаны, а кто-то взял и сделал себе успешное будущее, почему нет, ребят, кто не дает, скажите, кто, вот в чем суть-то, надо о себе задуматься, и не гнобить себя, думать, ага, а что я могу сделать для того, чтобы было как у нее, и вот тогда у вас голова будет работать в правильном направлении, и вам будет посылать вселенная решение для ваших задач, которые вы перед собой поставили, и тогда с помощью некоторых трудностей, некоторых помощей, да, от вселенной вы добьетесь своих результатов, мы тоже через тернии сквозь звезды прошли, ну и что, мне было тяжело осваивать компьютер, да, то есть я очень психовала, потому что я знала, как включить и как выключить его, да, но я не знала, где там Ctrl-C, Ctrl-V, боже, удали, боже мой, это вот такую пачку мне сейчас перепечатывать, да я с ума сойду ее перепечатывать, понимаете, и я сидела и печатала ее, по часу, по полтора часа, потом опечатки где-то не заметила, где-то абзацы не сделала, то есть сидела и перепечатала, потом, спустя уже месяца два, после того, как я вот так помучилась, я узнала, на минуточку, что есть Ctrl-C и Ctrl-V, что текст можно скопировать и вставить, вы представляете, и я это сделала, и я это делала, потому что мне нужны были деньги, потому что мою Викторию в садик не брали, и я понимала, что или я сейчас буду жить на нищенскую пенсию от государства, 29 тысяч Виктории сейчас в месяц платят, то есть не так и мало, но на лечение особенного ребенка, на минуточку, это вообще не хватит, я вам серьезно это говорю, это не хватит, вот, и вот очень много, было таких вот, сейчас тоже ныть не хочу, но очень много было таких вот непонятных ситуаций, которые можно было решить за секунду, ребят, за секунду, но я сидела часами и делала, какой только чушь я не делала, представляете, я рекрутировала в одноклассниках, и все тексты писала вручную, отвечала вручную, я пыталась ссылки с Ютуба переписать, я их не копировала, а пыталась вот такие же иероглифы создать, чтобы отправить видео, да, то есть, или говорила, вот зайдите в Ютуб, найдите Анна Кононова, Фаберлик Онлайн, вот, подпишитесь, вот в таком-то плейлисте, по счету такое-то видео, я не понимала, что можно было скопировать ссылку, да, и я людей мучила, и ведь были люди, которые находили время, чтобы все это провернуть, не найти, прийти назад, сказать, что они не могут найти, снимите скриншот, какой скриншот, мама дорогая, как делают скриншоты, да, то есть, у меня реально рост был сквозь стерни, ребят, я пахала, я пахала, и мне было очень тяжело, и где-то порой я действительно, я выла от усталости, потому что я просто хотела спать, у меня был период, муж пришел с работы, я сижу, ревел, он, ты что ревешь, а я как заоругую, я хочу спать, я хочу в ванную, я хочу гулять, я хочу отдыхать, он, он прям, знаете, вот прижал меня к себе и говорит, Анют, все будет хорошо, да, все будет нормально, да, эти моменты, они были, и муж ревновал, что я компьютеру больше уделяю времени, чем ему, да, то есть, это все это было, и я ему сказала, Антоха, я уже директор, я уже 30 тысяч получаю, я на найме ни на одном 30 тысяч получать не буду, дай мне время, я укреплю структуру, я выращу директоров, я поставлю людей на ноги, чтобы они зарабатывали деньги на расчетный счет в банке, и я вся твоя, и я это делаю быстро, и когда он увидел деньги, когда он увидел зарплату, он начал считать, он начал это, понимаете, он начал мне помогать уже буквально с 9%, мы с ним очень быстро открыли старшего директора, на уровне старшего директора мы получаем премию 82 500, за директора и старшего директора суммарно, да, 82 500 рублей, и он скоропостижно увольняется с работы, и садится домой, помогать мне, он полностью взял на себя рекрутинг, он гулял с Викторией, когда я проводила вебинары и прямые эфиры, хотя раньше он с работы приезжал на минуточку в 6.30, а я сразу же садилась проводить вебинар, то есть я ему не выбегала к дверям, я его не целовала, не говорила, Антошка, привет, поводись, пожалуйста, он брал ребенка, и я проводила вебинар, она бежала к нему, что папа, папа приехал, и он закрывал меня изнутри, у нас там был запор, закрывал меня, вот, брал игрушки, какие нужны, Виктория, закрывал меня, и я два часа была со своими девчонками, полтора-два часа, каждый день, целый год, ребята, целый год, по полтора часа, не каждый день, через день, вот, вру, ну, я это заговариваться, я люблю, и, чтобы не было, я вела, и я это говорила, но я не жаловала своим людям, я не рассказывала, что я там, у меня ребенка 39 температура, у меня это все было, были случаи, когда я проводила вебинары, с дочкой в больнице, у нее было воспаление легких, и я лечила ребенка своего, а, отит-отит, у нее был отит, я лечила ребенка своего, и когда она засыпала, я покупала медсестре шоколадку, чтобы медсестра, у нее там столик был рядом, да, с нашей палатой, чтобы она посидела за столом, на приемной, и я вела вебинары, даже в такой ситуации, потому что у меня через день, и на минуточку, по полтора часа вебинары, и команда меня ждать не будет, и бизнес меня не пожалеет, или я его, или он меня, и я билась, ребят, я выступала в роли лидера всегда, я вела за собой команду, я понимала, что бы у меня не было, ко мне пришли люди, которые хотят зарабатывать, да, то есть я это делала, и что вы думаете, тысячи хейтеров я уже пережила, и где они, и где я, вот и все, и я вам этого самого желаю, все будет хорошо, ребят, идите вперед, не бойтесь ничего, вы у себя одни, ваша семья у вас, только ваша, вы работаете ради себя, ради детей, ради родителей, ради своего рода, да, и вы должны понимать то, что люди, которые вас хейтерят, если из-за чего-то, да, ну, потому что ночь, наверное, головку, люди, которые вас хейтерят, в чем-то подозревают, еще что-то, они никогда сами не будут счастливы, никогда сами не захотят, как вам сказать, развиваться, и может быть потом с ним, там сопьются от горя, да, что у других все есть, у них ничего, то есть энергетически слабые люди, они всегда будут попадаться на вашем пути, на вашей жизни, и не надо их бояться, просто забери свое назад, да, любая пакость должна быть забрана назад, тем человеком, который вам ее сделал, попробуйте, оно очень хорошо работает, да, вот, далее, конечно же, возражение, это, знаете, вы должны добиться этого хейтерства, чтобы вас любили, ценили, уважали, понимаете, вот, огромное количество комментариев классных, огромное количество вообще людей, которые, как вам даже, как вам даже сказать, желают счастья, удачи, вот, и, ну, вот, вдохновение у меня нашло, головка, поэтому я провожу эфир ночью, потому что его можно посмотреть сейчас все время, если вам неудобно, пожалуйста, я приглашаю вас завтра на свою страничку, инстаграм, и вы увидите запись этого эфира, и вам будет удобно его смотреть не ночью, вот, и, знаете, есть такое еще, может быть, упражнение, или такая вот практика, для меня она была очень полезная, да, допустим, вам заблокировали брендовую страничку, сделайте пять, да, или вам написали какую-то пакость, сделайте еще пять таких раздражающих постов, сделайте, назло им, да, то есть сделайте, почему надо сделать, потому что именно эта тема зашла, да, если среди кучи классных комментариев вы нашли 2, 3, 4, 5 хейтеров, которые лезут к вам под кожу, и задают вам пакостливые вопросы, да, то есть сделайте пять еще таких же, значит вы поймали волну успеха, да, вот, это тоже очень важно, и что еще хочется сказать, конечно, оставайтесь всегда вежливыми, и блочьте, сам их как бяг, блочьте, потому что зачем вам вообще на вашей страничке люди, которые некомпетентны, люди, которые любят поматериться, люди, которые ничего хорошего не делают для вас, да, то есть не будьте мнительными, да, то есть можно стать мнительным человеком, который будет всех подряд блокировать, да, то есть так вы останетесь без своей аудитории, потому что хейтеры, они тоже люди, и они, каждый пост от каждого хейтера поднимает вас выше, на ютубе, в инстаграме, вконтакте, алгоритмы, так считывайте, что если вас, чем вас больше комментируют, тем больше у вас рейтинг, да, то есть хейтеры, это полезные люди, но если они написали действительно, каку, очень болючую, да, то есть она вас задевает внутри, и вы не рады, то, что у вас появились хейтеры, да, то есть вы не рады, то, что вы раздражаете людей, блочьте, блочьте, удаляйте, убирайте, отдавайте им назад всю эту пакость, да, как я вас учила, и все у вас будет отлично, не надо, вот очень важный момент, повторяйте это себе, если вам вдруг будет сложно, потому что вообще тяжело научиться не воспринимать всякие какибяки в свою сторону, это всегда было и будет тяжело, и иногда самые изощренные хейтеры, они все-таки достают туда, куда не нужно доставать, то есть все-таки колют, да, то есть я все возвращаю назад, я блокирую таких, а те, кто не колют, ну, поднимайте мне рейтинг, пожалуйста, вы мне тоже полезны, да, то есть я вот так о хейтерах думаю, и самое важное, что вы должны понять, то, что свою состоятельность, свое счастье, свою жизнь, жизнь своих детей, жизнь, там, может быть, здоровья, да, то есть вашей семьи, свое благосостояние, и самое главное, вы не должны дарить хейтерам, вы им не должны дарить, я не знаю, по какой причине, и откуда берутся такое огромное количество хейтеров, неужели действительно настолько мало успешных, энергетически сильных людей, то, что, ну, вот такие вещи, да, они пишут, и на постоянной основе пишут, этот комментарий, который я вам вначале показала, это так, знаете, ерунда, вот, я вам могу сказать одно, да, то есть, всегда себе говорите, кто, если не я, я раздражаю, значит, я чего-то стою, только люди, только люди, которые впереди, получают харчки в спину, запомните это, если вы ни разу в жизни не получали харчок в спину, значит, вы не успешны, это факт, это практика, знаете, у меня есть команда Ауак Абдулина, она в команде моих дорогих, любимых позитивчиков Зеленковых, которые мгновенно выросли, вот, сейчас Зеленкова старшая национальная директора, Ауак Абдулина международного директора открыла, она уже в чате элитной команды, очень крутая девчонка, ей всего лишь 22 года, ребят, в 22 года, миллионер, понимаете, в моей команде миллионер, девчонке всего лишь 22 года, ох, как она мне писала, ее хейтерили даже наши люди с нашего проекта, потому что, ибо не хрен, извините за сленг, так быстро расти, поняли меня, да, то есть, даже это было, понимаете, на нее напрыгивали, на нее издевались, я ей говорила, Алла, дорогая, да, то есть, мы с ней переписывались, конечно, те пакости, которые ей писали, я не буду сейчас перечислять, но я ей говорила, да, наберите в инстаграм Ауак Абдулина, вы увидите, да, эту девушку прекрасную, молодую, красивую, я не знаю, прям, она энергетически красивая, понимаете, не просто даже на внешность, как кукла, она сама по себе очень красивый человек, потому что она очень глубокая, я с ней в Казахстане общалась, она классная, девчонка, ребят вообще добрая такая, участливая, отзывчивая, понимаете, вот прям слов нету, как ее описать, да, у нас практически все, кто вырос в директора, вот все такие, потому что люди, которые у нас работают, да, у нас зарабатывают, у них главная цель сделать успешным других, то есть, если бы я в начале своего бизнеса не начала бы активно делать успешными свою команду, не регистрировала бы под них людей, не создавала бы для них обучение, да, то есть, я бы, ну, не поднялась бы, да, до такого статуса, потому что пока твоя команда не зарабатывает, ты не будешь зарабатывать, ты не будешь зарабатывать, пока твоя команда сидит и просто делает покупки, да, то есть, ты должна вести за собой команду, должна вести за собой людей, о, Дальний Восток проснулся, милочка, с добрым утром, вот, и что хочется сказать, я и говорила то же самое, дорогая, перетерпи, блокируй, не обращай внимания, это наша с тобой участь, почему, потому что я прошла через кучу хейтера, я вообще не понимала, за что, так я им отдаю всю себя, да, то есть, я сидела, ревела, я им рассказываю все, я им по полочкам, а они орут, да, были люди, которые от меня уходили, там, в другую компанию, не только к нам приходят, но есть уже, наверное, три директора за эти пять лет, которые одна ушла в пирамиду, и эта пирамида через месяц развалилась, вот, ребят, честно, посмеялась от души, потому что есть люди, которые писали про нас, вот такие вот петиции, какая они окунного плохая, и я сидела, и я ревела, понимаете, я очень сильно ревела, и мне это было вообще, вот прям с носовым платком, перед компьютером, десять раз перечитывая эту дипешу, этот комментарий плохой про себя, и вот это все, знаете, в таких сердцах, вот, и честно сказать, я считаю, что мне нужно было пережить эти чувства, чтобы понять, да, чтобы понять, потом только я поняла, что этот директор уже пришел чуть-чуть позже меня, и он до сих пор как бы упал, и на 19%, команду не сопровождает, вебинары не ведет, ролики не снимает, чаты не наполняет, все командует, не дает людям свое я показать, достает их все время, заставляет их делать какие-то постоянные отчеты, да, то есть одно дело, когда мы проверяем домашнее задание, и даем ошибки какие-то, другое дело, когда человек высказывает свое мнение в чате, и его за это блокируют, да, то есть это нереально, это ненормально, и, конечно же, она свою команду, всех своих сильных лидеров растеряла, потому что ни один сильный лидер не будет нарушать, во-первых, правила чата, ни один сильный лидер, он это не сделает, потому что он понимает, что там труды не только его, но и труды всей команды, он будет уважать сильные лидеры, они уважают других людей всегда, и ни один сильный лидер, вообще пакости он писать не будет, он будет действительно стараться, как вам даже сказать, наоборот, возвысить то место, где он находится, наоборот, его украсить собой, понять, что он теперь репутация компании, репутация проекта, и он будет себя вести достойно, я так считаю, я считаю это на 100%, и мое мнение железное, знаете почему, потому что, чтобы не было, я знаю по себе, да, там, не знаю, ну что у нас только не было, и дети болели, и диагноз, вот нам Виктория, да, моя дочка особенный ребенок, у нас психическая задержка развития, да, кто не знает, то есть в школу мы не идем, и так далее, да, то есть это не ради жалости, это ради того, что сквозь терник звездам мы шли, да, то есть мы на данный момент, первый статус компании Фаберлик, пока что, да, то есть, ну открыты уже, и скоро подтверждятся старшие партнеры, то есть есть люди выше меня, быстрее меня, сильнее меня, и я счастлива, что есть такие люди, и я знаю, теперь за кем идти, да, раньше все шли за мной, и говорили, это невероятно, это только вы смогли, а сейчас я могу подколоть всем хейтерам, и сказать, а не только я такое смогла, а еще помимо меня, еще есть три партнера, я первый партнер, еще трое партнеров открылось, это во-первых, и во-вторых, открыто два старших партнера, а старший партнер, это премия 40, нет, погодите, это квалификационный бонус, 8 миллионов рублей, это только премия, и зарабатывают такие лидеры, зарабатывают такие лидеры, более миллиона среднемесячный доход, но я уже более миллиона зарабатываю, но они явно больше, да, это надо понимать, да, то, что просто такие суммы называть нельзя уже, наверное, скорее всего, и поэтому в табличке компании Фаберлик просто написано, что более миллиона в год, поэтому, ребят, если вы себя любите, если вы хотите развиваться, и быть выше, и то перестаньте, во-первых, грубить другим, если у вас есть эта привычка, а я думаю, что все хейтеры уже сбежали с моего прямого эфира, и не хотят его смотреть, поэтому я даю советы только умничкам, которые со мной остались до конца смотреть, да, потому что хейтер не выдержит, потому что он в моих словах увидит себя, и ему станет плохо, и он еще больше разозлится, он еще больше что-нибудь напишет, это факт, вот увидите, специально я не буду никого блокировать, целые сутки после прямого эфира, читайте комментарии, посмотрим, да, вот, сделаем эксперимент, может быть, даже эта женщина отзовется, но она написала на все увиденье, да, я не знаю конкретных ее проблем, потому что я с ней не знакома, и какие причины сподвигли ее написать, что там у меня глаза жиром заплыли, и так далее, да, я не знаю, вот, но я вам могу сказать одно, что хейтер, это человек, который вам может помочь, допустим, как мне, чем она мне помогла, да, во-первых, вдруг я захочу посмотреться в зеркало, и начну заниматься спортом, благодаря ей, благодаря ей я понимаю, что я раздражаю людей, а это хорошо, да, вывод с вами делом, а то сейчас прямой эфир закончится, раздражаю людей, а это хорошо, да, это хорошо, если вы не будете раздражать людей, значит вы не интересный человек, раздражайте людей, и вы будете понимать, что вы интересный человек, это очень важно, вы не представляете, я третий раз это говорю, но я это скажу, ну и в-третьих, это, конечно же, значит вы конкурентно способный человек, да, раз вас хейтерят, значит на вас обращают внимание, значит вы конкурентно способный человек, а это тоже важно, спасибо Димочка большое, поэтому никогда никого не бойтесь, ваша ответственность только должна быть за вашу семью, и за вашу команду, и за тот проект, в котором вы есть, да, вы должны просто себя любить, вы обязаны себя любить, я вас всех, кто смотрит этот ролик, кто вот смотрит его записи, заставляю любить себя в первую очередь, и заставляю становиться лучшей версией себя вчерашнего, даже если вы проснетесь завтра и скажете, о, я присяду 10 раз, и я запущу рекламу, вы огромные молодцы, даже если вы этого неделю не делали, не надо себя ни за что ругать, чтобы у вас все было в радость, нужно себя полюбить, и когда вас засосет, как вам даже сказать, общество, сектанты, успеха, да, которые вас будут обучать, вы должны понимать сейчас, да, то, что вам от этого будет лучше, вас засосет, да, волна счастья, волна успеха, и вы будете благодарны себе, что когда-то вы начали развиваться, и не жалели себя, и может быть, как и я, где-то ревете от усталости, тихонечко, да, втихушу от своей команды, вот, единственное, чего мне вам хочется пожелать, если вы себя любите, цените и растете, я вам пожелаю крепкого плеча рядом, на которое можно опереться, у меня супернаставник, Николай Андрейко, которому я всегда рассказывала все свои беды по бизнесу, и он меня очень сильно поддерживал, да, то есть, я довольна тем, что я вообще вот доверилась ему, и он со мной работал, я сама додумывала, просто, знаете, я абсолютно здоровый человек, который умеет себя анализировать, не гнобить, а анализировать, это две разные вещи, ну что ж, ребят, 30 секунд до конца эфира, я желаю вам удачи, здоровья, везения, во всем вдохновения, любви к себе, трудолюбия, чтобы у вас все получалось, море по коленам, горы по плечу, это я говорю, наверное, в конце каждого ролика, любите себя, в первую очередь, всего этого,